Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Дастан и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм Star Wars или Звездные войны Давайте же начнем прямо сейчас Но перед просмотром я бы хотел порекомендовать вам второму канал, где я рассказываю о жизни в Японии и также делюсь интересными интервью с моими друзьями на английском, конечно же Ссылку на мой канал оставлю в описании к этому видео Если вы заинтересованы в обучении английского не только полезно, но и весело обязательно переходите и смотрите Что случилось? Пусть я на кукунсул и не сделать меня мастер? Это никогда не было сделано в истории Это инсультантно Ну, calm down, Anakin Вы были днём огромное увлечение Быть на кукунсул в твоем году Это никогда не произошло В фактах вы уже слишком близко к кукунсулу Кукунсул не нравится когда он интерферс в аферсиаде Я тебе говорю Я не хочу быть на кукунсул Но это что вы хотели А теперь давайте разберём его по частям Останавливаясь на интересных фразах и грамматических конструкциях Что за бессмыслица это? Или можно перевести как Это какая-то ерунда Слово nonsense, ерунда, чепуха или бессмыслица Ideas, behavior or statements that are not true or sensible Чаще всего, конечно, используется как междометие That's all nonsense Это всё чепуха Ещё раз повторим наше предложение What kind of nonsense is this? Put me on the council and not make me a master Put me on the council and not make me a master Принять меня в совет без звания магистра Здесь нам встречается фразовый глагол put on Основное значение которого надевать какую-либо одежду To put on one's hat Надевать шляпу, к примеру В нашем предложении put on можно перевести как Начать работу, задействовать Они приняли и задействовали его совет без звания магистра Put me on the council and not make me a master It's never been done in the history of the Jedi It's insulting It's never been done in the history of the Jedi В истории ордена джедаев такого не было It's insulting, это оскорбительно Слово insult означает оскорбление, обида, надругательство Offensive, something that seems to show a lack of respect for someone or something В медицине есть болезнь insult to the brain Кровоизлияние в мозг или, как мы также говорим, инсульт Чтобы легче запомнить это слово, представьте, что много оскорблений ведут к инсульту Insult, это так, пример Давайте повторим фразу Энакина еще раз It's insulting, это оскорбительно Come down, Энакин, you have been given a great honor Come down, Энакин, успокойся, Энакин You have been given a great honor Тебе оказана большая честь В последнем предложении Honor означает честь The respect that people have for someone who achieves something great is very powerful Это слово имеет в своем составе немые буквы, которые не читаются Не honor, а honor H и R являются немыми You have been given a great honor To be on the council at your age, it's never happened before To be on the council at your age, стать членом в твоем то возрасте It's never happened before Еще никому не удавалось Или это никогда не происходило прежде Это предложение у нас во времени present perfect It has never happened before Субъект it плюс вспомогательный глагол has С глаголом в третьей форме happened Но в нашем случае перед ним есть never, никогда Это наречие, которое усиливает факт в отрицании То есть до этого момента никто никогда не становился членом совета в его возрасте It's never happened before Но будьте осторожны, никогда не используйте never и not в одном предложении Это считается грубой ошибкой в письменной речи А в разговорной без разницы, если вы не граммар нации The fact of the matter is you are too close to the chancellor The fact of the matter is you are too close to the chancellor Судило в том, что ты слишком близок к канцлеру Здесь встречается довольно полезное вводное слово или скорее выражение The fact of the matter is that Дело в том, что Попробуйте и сами придумать небольшое предложение с этим шаблоном Скажем, вы хотите сказать, что вы не собирались идти на выпускной Сначала шаблон The fact of the matter is that И выпускной на английском будет prom Теперь предложение полностью The fact of the matter is that I wasn't going to prom Дело в том, что я не собирался идти на выпускной И слово too переводится как слишком Например, too small Слишком маленький Или too late Слишком поздно В нашем случае You are too close to the chancellor Ты слишком близок к канцлеру The council doesn't like it when he interferes in Jedi affairs И совету не нравится, что он решил вмешаться в дела джедаев Глагол interfere Мешать, служить препятствием, помехой Чаще всего используется с предлогом in И переводится как вмешиваться, вторгаться, в чьи-либо дела, отношения и так далее To interfere in somebody's affairs Вмешиваться в чьи-либо дела Пример I don't think your mother has the right to interfere in our affairs Я не думаю, что твоя мать имеет право вмешиваться в наши дела А слово affairs означает дела Пример из нашего диалога, в котором Оби Майя говорит, что совету не нравится, что он решил вмешаться в дела джедаев The council doesn't like it when he interferes in Jedi affairs I swear to you I don't ask to be put on the council But it's what you wanted I swear to you Я вам клянусь I didn't ask to be put on the council Я не просил назначать меня в совет Swear Клясться Присягать To promise or say firmly that you are telling the truth Or that you will do something or behave in a particular way I swear to you Я вам клянусь But It's what you wanted Но ты этого хотел Глагол want, как мы знаем, переводится как хотеть, желать В нашем предложении оно во времени past simple, простое прошедшее Здесь глагол want стоит с окончанием ed, что указывает на то, что это действие произошло в прошлом и закончилось также в прошлом Окей, повторим But It's what you wanted Но ты этого хотел Your friendship with Chancellor Palpatine seems to have paid off Твоя дружба с канцлером Палпатином, кажется, оправдала себя Фраза pay off означает окупаться, оправдывать себя Пример Maria's patience paid off Терпение Марии вознаградилось Или можно сказать The risk paid off В нашем случае дружба Энакина с канцлером, кажется, оправдала себя Your friendship with Chancellor Palpatine seems to have paid off There's nothing to do with this That has nothing to do with this Причем здесь это или дословно это не имеет никакого отношения к этому The only reason the council has approved your appointment is because the chancellor trusts you The only reason the council has approved your appointment Совет принял твое решение лишь Is because the chancellor trusts you Только потому что канцлер тебе доверяет Approve Одобрять, считать правильным To have a positive opinion of someone or something Слово appointment переводится как должность, назначение Совет принял твое назначение The council has approved Это предложение во времени Present Perfect, о котором мы говорили ранее Но давайте теперь поговорим о том, в каких случаях используется это время Итак, передающийся при помощи времени Present Perfect действие совершилось в прошлом, но имеет отношение к настоящему Например, I have broken my arm Я сломал руку, то есть сломал руку в прошлом, а в настоящем виден результат Сломанные руки или, возможно, гипса В нашем примере совет принял его назначение Действие совершилось в прошлом Но, тем не менее, имеет отношение к настоящему Повторим The council has approved your appointment And? Anakin, I am on your side I didn't want to put you in this situation What situation? And И Anakin I am on your side Anakin, я на твоей стороне I didn't want to put you in this situation Я не хотел тебя ставить в такое положение What situation? В какое положение? The council wants you to report on all the chancellor's dealings The council wants you to report on the all chancellor's dealings Совету нужно, чтобы ты сообщал о всех действиях канцлера Report Как существительное означает отчет, рапорт, донесение А как глагол To report будет сообщать, доносить To report on the all chancellor's dealings Сообщать о всех действиях канцлера Слово dealing – действие, поведение А chancellor's dealings – действие канцлера Апостроф s используется с людьми и животными, которым принадлежит какой-то предмет, качество или признак К примеру A policeman's uniform Форма полицейского My sister's magazines Журналы моей сестры В нашем случае действие чьё? Канцлера Chancellor's dealings They want to know what he is up to They want to know what he is up to Они хотят знать, на что он способен Выражение up to указывает на способность сделать что-либо Небольшой диалог для примера Do you feel up to making this trip? Вы можете совершить эту поездку I don't feel up to it Я не могу, я не в состоянии сделать это На этом пока всё Если вам понравилось, обязательно оставляйте свои комментарии А также заглядывайте на мой канал, где я снимаю свои влоги И также подкасты Пока-пока Bye-bye Субтитры сделал DimaTorzok